Роза Света видела широкую спину мужа-крестьянки, который сидел на переднем седле и управлял мотоциклом. И на заднем седле крестьянку. Одета она была не в каждодневную блузскую юбку, а в красивое платье. И на ее голове светлела косынка. Иногда мотоцикл резко встряхивала на ухабах, и она просила мужа ехать медленнее. Потом дорога повернула, и розе рассвета открылся вид на опушку леса. Наконец мотоцикл затормозил. Оставив его возле станции, муж и жена взошли на платформу. Рядом тянулись нити блестящих рельсов и уходили далеко к горизонту, где сливались в одну точку. Крестьянка поставила ведро на край платформы. Было тихо и тревожно. Незнакомо пахло железной дорогой. Друзья! Вдруг прервал молчание бордовый Георгин. Он так волновался, что даже побледнел. Я сказал, друзья, прежде мы цвели на разных клумбах и могли кичиться своими достоинствами. Теперь мы оказались в одном ведре. Будем же поддерживать друг друга в эти трудные минуты. Да, да. Будем поддерживать. Я за то, чтобы поддерживать. Я тоже. Это очень страшно. Не знаю, что иду. Кроме того, нам пришлось проститься с нашими близкими, которые остались в цветнике. Теперь мы все товарищи по несчастью. Мы соприкасаемся с стеблями, листьями, лепестками. Мы пьем одну воду. А, это так. Но гладиолусы и розы пьют куда больше, чем ирисы. Мы крупные цветы, поэтому больше и пьем. Лютику хватит на день нескольких капель. А у нас стебли толстые, листья широкие. Нам требуется больше влаги, чтобы выжить. Вода одна, она всяк. И лучше бы разделить ее поровну. Да, но как мы можем разделить воду поровну? Это не в наших силах. О, лучше не считать, кто сколько пьет. Лучше помогать друг другу. Увидел, что сосед завял, поддержи листьями, силой своего стебля, ободрий его. Простите, простите, очень страшно. Ведь никто из нас не видел рынка. Возможно, там нас разрежут на мелкие кусочки или скормят козом. Говорят, на рынке много голодных коз. И везде блестят ножи. Конечно, там целое стадо голодных коз. И подум, что значит нас продадут? Позвольте мне объяснить. Я всегда молчал, но сегодня хотел бы высказаться. Говорите, говорите, говорите. Лучше служить чужую речь, чем свой страх. Говорите. Как выглядит рынок, я понятия не имею. Но что такое продадут, знаю. И что это такое? Это значит, послушайте, это значит нас обменяют на деньги. Как это? Как это? Что такое деньги? Деньги? Предполагаю, что это тоже цветы, которые посадят в цветнике вместо нас. Разумеется, они будут лучше, ярче, красивее. Иначе для чего обменивать? Но главное, вот об этом я хочу сказать, наши знания очень поверхностны. Мы ничего не знаем наверняка. Кто-то где-то когда-то что-то слышал. Наша тревога от незнания. Может и нет ничего страшного в этом рынке, где нас продадут. Например, петух сказал Розе рассвета, что звезды воткнуты в черноту неба, как булавки в черный бархат возле швейной машины нашей хозяйки. И она поверила. Да, петух именно так сказал. Я думаю, он знает все обо всем. Ошибаетесь, сударыня. Вы красивы. В этом спору нет, но очень наивны. Красавицы никогда не блещут умом. Если природа дает одно, то непременно обделит в другом. Так вот, в отличие от петуха, я ни разу по известным причинам в комнате не был и ни бархата, ни булавок не видел. Но сегодня всем известно, что эти знания устарели. И на самом деле звезды подвешены на ниточках. А почему в таком случае ниточек не видно? Да потому, что ночью темно. Если бы звезды горели на небе днем, то все бы увидели и ниточки, на которых они висят. А я и я слышала, что солнце тоже звезда. Но оно ведь на небе днем? Почему же ниточку-то не видно? О, какая же солнцезвезда! Удивляюсь! Я просто удивляюсь вашему невежеству! Солнце это солнце! Оно так и называется, потому что светит днем. А звезды горят ночью, поэтому их и назвали звездами. К тому же, в отличие от звезд, солнце очень горячее, ниточка сразу бы перегорела, и солнце упало бы на наш цветник. Ну, может быть, возле сарая. Этого я точно сказать не могу. Слушайте, какая разница, воткнуты звезды в небо или висят на ниточках? Для нас какая разница? Разве этой проблемой мы озабочены? Наше положение ни от звезд, ни от солнца не зависит, оно зависит от количества воды в ведре. Кончится вода, и мы через несколько часов погибнем. Мы потому так много и болтаем, что правде в глаза смотреть страшно. Он прав. Звезды звездами, а вода в ведре убывает. Гладиолусы так жадно пьют, они, конечно, крупнее нас, флоксов, но жить всем хочется. А нам что делать? Воды и в стебле и листьях и до вечера не хватит. Не хочу, не хочу даже думать об этом, не хочу. Ох, так, без паники. Пока что воды хватает, а дальше увидим. Постепенно платформа заполнялась людьми, ждали прибытия поезда. Роза рассвета была одним из самых высоких цветков в бедре. У нее был длинный крепкий стебель, а огненная чаша из лепестков сверкала вровень с верхушками гладиолуса. И, наконец, в далекой голубой дымке, где рельсы сходились, она различила темный квадратик. «Идет», сказал кто-то из пассажиров. Квадратик быстро рос, стал слышен вой электрических двигателей, потом роза рассвета с ужасом почувствовала, как вода в ведре задрожала, и в несколько секунд грохочущая громада вознеслась над нею, замелькав стеклами и со скрежетом остановилась. Только теперь роза рассвета осознала, что дом на опушке леса, кот, петух и козочка навсегда удаляются от нее, скрываясь за все новым и новым горизонтом, потому что у земли есть только край, но конца нет. Через час пейзаж начал меняться. Исчезли свободные просторы, коровы и одинокие лошади на лугах, свиньи в загонах, гуси у берегов речушек, тут и там стали подниматься многоэтажные массивы жилых зданий, уродливые рекламы, параллельно движению поезда выстроились ряды автомобилей. появились синие троллейбусы, красные трамваи, кургузы, автобусы, дома сомкнулись в сплошной бесконечный ряд, и вагон остановился. Христианка взяла ведро, направилась к выходу, и цветы впервые вдохнули в себя дымный городской воздух. Это была уже совсем другая жизнь. «Рынок» «Рынок» к их удивлению представлял собой не поле, населенное тысячами голодных коз, жаждущих поживиться розами, а огромное здание со стеклянной крышей, воздвигнутой на бетонных опорах над длинным залом, разделенным торговыми рядами на квадраты. Он встретил их разноязыкким говором. Сквозь стеклянную крышу сверху вниз устремлялись лучи солнца. Крестьянка заняла свое место в цветочном ряду. Лишь сейчас у розы рассвета появилась возможность оглядеться. Со всех сторон ее окружали прилавки. Среди множества роз, гладиолусов, ирисов и георгинов она впервые увидела хризантемы, гвоздики, тюльпаны и лилии. Лилии имели толстый стебель. Это были очень благородные цветы. Но розу рассвета восхитили тюльпаны. Форма их бутонов показалась ей совершенной. Добрый день. Добрый день. Я тут впервые. Мне очень одиноко. Совсем не знаю, что со мной будет дальше. Жизнь вдруг так переменилась. Меня зовут Роза рассвета. А как ваше имя? У меня его нет. Большая редкость, когда цветам дают имена. Вам повезло. Но так и должно было случиться. Вы особенная. Каждая ваша черта восхитительна. Еще сегодня утром я цвела возле дома. Там рядом был лес, а над ним синело небо. Вас тоже привезли, чтобы продать? Увы. Рынок к месту, где продают. Это человеческое место. Покупать и продавать додумались только люди. Ни звери, ни птицы, ни растения этого не умеют. Но нас привезли не на поезде, а на самолете, чтобы мы не успели завянуть дороги. Вы летели в самолете? Я видела самолет несколько раз. В нем топится печка и варят кашу. Про печку и кашу не знаю. Я видела в небе белый дым, а если есть дым, есть и печка. К тому же я маленького роста и не мог смотреть выше спины кресел. Я горный тюльпан. Горный. А нас привезли в автобусе. Нам очень не повезло. Духота, давка. Многих сломали, многие завяли. Их просто выбросили как сорт. Мы все обречены. Мы срезаны. Теперь кто сколько протянет. Я здесь уже третий день кое-что поняла. Важно кому попадешь. Что значит кому попадешь? Это значит кто тебя купит и для какой цели. Хуже всего если на похороны. Это чудовищно. Лучше если купят кому-то в подарок. Например на день рождения. У меня тоже был день рождения. позавчера у каждого был. И еще лучше если возьмут на концерт или в театр преподнесут артисту. Тогда у тебя есть возможность попасть в красивую хрустальную вазу с водой и долго цвести разглядывая как живет знаменитость. А лучше всего куда попасть? На свадьбу. Побудете здесь пару дней и сами узнаете. На свадьбе светло торжественно жених и невеста влюблены друг в друга. Всех радует. Они заботятся о цветах потому что это их свадебные цветы. Свадьба праздник. Но вряд ли я туда попаду. На свадьбу покупают крупные цветы. Что это? Деньги. Это и есть деньги? Лиловый Георгин говорил, что деньги такие же цветы как мы только красивее. Он ошибался. Но в отличие от нас деньги мертвы. Они никогда не узнают что значит любить, тосковать, удивляться. Хотя люди и пытаются измерить ими все вокруг. Поверьте прекрасная роза рассвета нам повезло куда больше. Это их можно выбросить как ссор. А нас только убить. Но ведь с нами поступили ужасно. На кустах мы могли бы цвести очень долго. И вдруг она поняла, что влюбилась внезапно, мгновенно, навсегда. Как рассудить, если остаться на кусте, проживешь много, но ничего не увидишь кроме куста. А если срежут, жизнь будет короткой, но мир откроется шире. Жизнь это впечатление. В конце концов никто не вечен и кусты со временем умирают. Как удивительно вы говорите. Я хотела бы слушать вас без конца и никогда не расставаться. Я тоже хотел бы не расставаться. Я рассказал бы вам о том, как могучи горы, как плывут над вершинами облака, и ни на секунду не отрывал бы от вас взора. Но если бы не срезали меня и не срезали вас, мы бы не встретились. Да. Все вокруг смолкло, все осветилось золотыми лучами, бившими сквозь стеклянную крышу. Они смотрели друг на друга. Белоснежный горный тюльпан и огненно-красная роза. Проход между прилавками разделял их, но и взгляды были слиты. А когда слиты взгляды, слова не нужны. Беззвучно шла торговля, беззвучно мелькали человеческие руки, возникали и исчезали лица, вынимались из кошельков деньги, уже были куплены десятки роз, гладиолусов, георгинов и хризантем. А роза рассвета и тюльпан все не могли оторваться друг от друга. Несколько раз хотели купить розу рассвета, но крестьянка просила за нее так дорого, что люди брали другие цветы. Вдруг, как тень от тучи, внезапно набежавшей на солнце в проходе, появилась женщина в траве. Она была одета в черное платье, а голова повязана с черным платком. Глаза у нее были заплаканные. Она остановилась рядом с прилавком и сразу к розе рассвета вернулись все шумы рынка. Роза рассвета поняла, что эта женщина хочет купить цветы на похороны. «Скорее, скорее, проходи мимо. Вокруг еще много цветов». И как будто женщина услышала ее мольбу, перешла на другую сторону прохода и стала разглядывать тюльпаны. «Что я наделала? Зачем я прогнала ее от себя? Нет, нет, пожалуйста, я не хочу расставаться. Она уносит его. Остановитесь, прошу вас, как вы беспомощны!» «Не тоскуйте обо мне. Главное, мы успели встретиться. Я уношу ваш образ, а вам оставляю свой. Ведь этого могло не случиться». Женщина смешалась с толпой. Некоторое время Роза Рассвета видела, как среди покупателей плыл ее траурный платок, потом скрылся и он. И вдруг Роза Рассвета разрыдалась. Горько, открыто, безутешно. Крестьянка наклонила к ней голову и улыбаясь сказала. «Сегодня я куплю мужу лечебную мазь. Я очень люблю его, но хорошая мазь стоит недешево. Ты поможешь мне заработать деньги, а я отдам тебя в самые лучшие руки, обещаю». «О чем она говорит? О какой помощи идет речь?» Все потеряло для нее смысл. Все расплылось перед ней, отодвинулось за невидимую черту. Даже утром, когда ее срезали с куста, ей не было так горько, как теперь. Она чувствовала, что с каждым мгновением расстояние между горным тюльпаном и нею непоправимо увеличивается. Черная женщина уносит его, прижав к своему черному платью, уносит туда, откуда не возвращаются. И она, роза рассвета, больше никогда не увидит его, не услышит о том, как красивы горы. Что такое никогда? Разве может что-то дорогое тебе, любимое тобою, уйти от тебя безвозвратно? Час назад в поезде она ничего не знала о нем, даже того, что он существует в мире. Его просто не было. Теперь она не может без него жить. Что за странная сила так внезапно и прочно соединила их? Она ли называется любовью? А, вот твоя судьба движется тебе навстречу. Услышала роза рассвета голос крестьянки. Покажись во всей красе, не упусти свой случай, он может не повториться. Роза рассвета обвела взглядом цветочные ряды и увидела высокого молодого человека в торжественном темном костюме белой рубашки и с галстуком бабочкой на шее. Быстро, взволнованно он переходил от прилавка к прилавку, просил показать розы, разглядывал то одну, то другую, отрицательно качал головой и, расталкивая толпу покупателей и, поминутно извиняясь, продвигался дальше. Он так счастлив, что потерял от счастья голову. Напрасно он там остановился. То, что он ищет, есть только у меня, ведь он ищет самую прекрасную розу для своей невесты. Вот эта роза! Правда, ему придется много заплатить за нее, но она того стоит. Действительно так, ничего и не выбрав, молодой человек вскоре оказался перед прилавком крестьянки. И сейчас же в его глазах загорелся радостный огонь. Такую искал? Я беру ее. Роза стоит очень дорого. Деньги не имеют значения. Это подарок моей невесте. Обмен состоялся. Купюры оказались в пальцах у крестьянки, а роза рассвета в руке у молодого человека. Поздравляю! Но счастливец не услышал ее голоса. В шуме и толчье рынка с купленной розой в руке он быстро пробирался к выходу. Первым, что осознала роза рассвета было то, что она оторвана от воды. Конец стебля больше не находил ее вокруг себя, и розу рассвета охватил страх. Однако вскоре она поняла, что способна еще долго жить той улагой, которая находится в ее капиллярах. Второе заключалось в том, что впервые она принадлежала чужому человеку, и отныне он был властен над ее судьбой. Молодой человек выбежал из здания рынка, солнце ослепило розу рассвета. Перед нею шевелилась и сверкала шумная городская площадь. Нескончаемыми рядами плыли друг за другом автомобили, двигались люди. Быть может он здесь, как мучительно не видеть того, кого любишь. На мостовой тротуара стояла белая карета, запряженная лошадьми. Она живописно выделялась среди железных машин, заполнявших площадь. Куда он несет меня? Молодой человек приблизился к карете, отворил дверцу, и роза рассвета увидела прекрасную девушку в белом кружевном платье, с белой фатой на голове и в белых перчатках. Вся она переливалась искрами, точно была осыпана алмазной пылью. Молодой человек сел рядом с нею и положил ей на колени огненно-красную розу. Девушка робко взяла ее белой рукой и поднесла к лицу. Ой, какая красавица! Само совершенство! Как и ты. Это самая прекрасная роза, какую мне когда-либо дарили. У тебя всегда будет все самое лучшее. Карета качнулась и поехала. Опять меня везут куда-то. Мне досталось самое лучшее быть купленной на свадьбу, а бедному тюльпану самое худшее похороны. Но получив счастливую судьбу, я только и делаю, что прощаюсь с тем, что мне дорого и с теми, кого люблю. Как много людей спешат, оглядываются, смеются. Я никого не знаю из них. Чего они хотят от меня? Я хочу засушить ее на память. Меня научили, как в горячем песке, засушить розу так, чтобы форма лепестков не изменилась. это замечательно. Она всегда будет стоять в нашей комнате, напоминая о сегодняшнем дне. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Празденство длилось уже четвертый час подряд, а розе рассвета все не давали пить, и ей стало совсем худо. Ее нежные лепестки начали терять цветоносность и потемнели по краям, но никто не заметил мучений прекрасного цветка. Официанты приносили новые блюда, гости ели, пили, в воздухе стоял неумолчный говор, только тут и там крутились десятки ветряных мельниц. Временами оглушающей бомбой взрывался оркестр, и тогда все вокруг наполнялось тяжелым дыханием людей и топотом каблуков. Если бы они дали мне хоть немного воды, мою красоту еще можно было бы спасти. Наконец жених и невеста поднялись со своих мест и направились к выходу. Молодожены вышли на улицу и сели в ожидавшую их машину. Внутри было душно, роза рассвета лежала на кожном сидении между женихом и невестой. Ее лепестки погасли, и в их кончиках началось тление. Красота стремительно уходила от нее, и ей было жалко своей красоты. С горечью она поняла, что никогда больше не будет прекрасной. Автомобиль тормозил у перекрестков, набирал скорость, визжал колесами на поворотах, и, наконец, он остановился. Хлопнули дверцы, а через минуту они вошли в свою новую квартиру, наполненную тишиной и темнотой. Лишь широкое окно одиноко мерцало в комнате посреди стены. Пожалуйста, помогите мне, я увядаю. Прошу вас, я еще смогу подняться. Это жестоко. Полночь осталась позади. Роза рассвета угасала. Венец за венцом ее лепестки теряли упругость и форму. Траурно темнее по краям и сворачиваясь. И все же она еще верила, что ее спасут. Они помогут мне? Не может быть, чтобы они не помогли. Сейчас дверь откроется, они выйдут и положат меня в воду. Вода прозрачная, чистая, вокруг меня много воды. Синее небо опрокинуто в нее. Блики солнца танцуют в ней. Она полна жизни и радости. Она справа от меня и слева. Подо мной везде. Я вся в воде. Я пью ее каждым листом, каждым лепестком. Как тревожно. Зверь из спальни отворилась и в полутемную комнату, в которой одиноко мерцало электрическое пламя камина, осторожно вошли друг за другом юная жена и юный муж. Девушка была в короткой белой сорочке, длинные волосы черным потоком спускались по ее спине. Она неслышно проплыла мимо стула, на котором лежала роза. спасите меня. Мы забыли выключить камин. Ты счастлива? Да, но при этом мне хочется и плакать, и смеяться. Я еще не знаю, что такое быть женой. Ты станешь хорошей женой. Пойдем на балкон. Я не одета. Кто увидит нас ночью на восемнадцатом этаже? ой, сколько огней. И отныне один среди них будет наш. Я чувствую в себе столько желаний, столько сил, когда ты рядом. А я рожу нам чудесных детей. Моя роза, она завяла. Может поставить ее в воду? Эта роза не оживет. Ой, как жалко. Я хотела засушить ее на память, а теперь это невозможно. Не расстраивайся. Если так случилось, значит, такая судьба. Любимая, стоит ли переживать из-за цветка? Сегодня самая счастливая ночь. Как горько видеть красоту завядшей. Уж лучше бы она не была такой прекрасной. Мне было бы не так грустно. Успокойся. В нашей жизни будет только счастье. Грусть и печаль не для нас. Ну, разве бывает только одно счастье? В нашей будет. Ты так прекрасна с распущенными волосами. Я не могу оторвать от тебя глаз. Ну, что, если и я когда-нибудь увяну? Мне страшно даже подумать об этом. Ты никогда не увянишь. Ты всегда будешь самый красивый. И у тебя всегда будут самые дорогие, самые прекрасные розы. Ты будешь смотреть, как они цветут, и сама будешь цвести. Я буду менять их, но ты не заметишь этого. И чтобы ты не сомневалась, я утром поеду на рынок и куплю тебе новую розу свежую, благоуханную. Хочешь? Да, да, да. Молодой человек унес завязшую розу в кухню, и так как она не помещалась в помойное ведро, потому что стебель был очень длинный, кинул ее в мусоропровод. И в этот момент поранил об ее шипы руку. С огромной высоты в узкой бетонной трубе роза рассвета летела вниз и, наконец, упала на кучу мусора, лежавшего у мусороприемника, в который сбрасывали отходы со всех этажей дома. Упав, она ударилась об осколок пивной бутылки, чашей из лепестков. И тут же что-то тяжелое рухнуло на нее сверху и переломило ее стебель. Роза рассвета глухо простонала, и все вокруг нее погрузилось во тьму. Рядом с баком послышались мягкие осторожные шаги. Это не была поступ человека, но шаги небольшого зверя. Он подошел к баку, бесшумно спрыгнул на его верхнюю кромку и, роза рассвета, увидел над собой голову кота с торчащими ушами и сразу узнала его. Это был рыжий кот, что жил в доме у опушки леса вместе с крестьянкой и ее мужем, одинокий, невезучий, который все искал смысл в жизни. Здравствуйте, дорогой кот. Как хорошо, что вы пришли сюда. Я только не знаю, это на самом деле или чудится мне. Все на самом деле. Ничего нет не на самом деле. Мне так одиноко. Я, знаете, умираю. И это несомненно. Я погибаю в зловонном баке. Никому не нужно. Какая глупая некрасивая смерть. Смерть не бывает ни красивой, ни уродливой. Она просто смерть. Но что она такое? Я так рада, что вы со мной. Мне от этого чуть-чуть легче. И все же я боюсь. Я не знаю, как это будет, когда я умру. А что такое было твое рождение? Мое рождение? Я знаю, это было очень хорошо. Едва я родилась, я увидела небо. И розы поздравили меня с началом моей жизни. А что такое смерть, я не знаю. Это мгновение, в которое секунда падает в вечность, как капля дождя в океан. И упав, перестает быть каплей, но становится океаном. Секунда! Вы всегда говорите так сложно, но я только обыкновенная роза. Я ничего не поняла из ваших слов. Капли дождя я знаю, но я никогда не видел океан. Опять послышали шаги. Кот исчез. Теперь это, несомненно, были шаги человека. Усталый шаркающий походкой он подошел к баку, заглянул в него, порылся в мусоре, отыскал пакет с хлебом, потом вдруг увидел завязшую розу со сломанным стеблем, вытащил ее из бака и осмотрел. Еще пахнет, какой прекрасный цветок. ты сумел сохранить свой аромат даже среди зловония. Видно, много было в тебе жизни, если ты смог и в смерти своей быть таким прекрасным. Как жаль, такой гордый, такой красивый, такой сильный цветок. Я тоже был когда-то сильным, но у меня отняли мою силу. Ха-ха-ха-ха-ха, ты хочешь спросить, кто? Их было много, и каждый отнимал по чуть-чуть незаметно, а потому не чувствовал вины. Знаешь, чудесная роза, жизнь слишком безжалостна к нежным сердцам. Если бы тогда в юности мне сказали, что я буду иметь пропитание из помойного бака, я не стал бы жить дальше. А так и случилось, и я живу. Но возможно, я остался жить для того, чтобы проводить тебя. И тогда у моей жизни есть смысл. Ведь кто-то в этот час нужен и тебе, чтобы он был рядом, чтобы он прикасался к тебе, ласково говорил с тобою. умираешь, да, ты умираешь. Совсем скоро Бог заберет тебя. Может, у него тебе будет лучше, чем здесь среди людей. Кто знает, а никто не знает, как там у него. Но все ждут хорошего. А может, там ничего и нет. А есть одно только здесь ожидание. Ох, знаешь ли ты, что такое ожидание? Теперь ты все знаешь. Ведь ты улетаешь. Ах, я, я, кажется, упала. Секунда капля. И снова увидела кота. Он шел с трудом, переставляя лапы по пустой дороге. Вдали чернел лес и темнело спящими домами деревня. Прощайте. Быть может, и вы со мной? Я падаю в океан. Нет, я должен вернуться. Нищий посмотрел в ясное утреннее небо, приветливо махнул рукой и крикнул. Счастливо тебе, чудесный цветок. Роза рассвета увидела себя со стороны. Без сожаления и страха смотрела она на розу с переломленным стеблем и наполовину осыпавшимися лепестками, лежавшую на земле рядом с мусорным баком и на нищего человека с запрокинутым к небу лицом. Эта мертвая роза была она, роза рассвета. Но она уже отделилась от себя прежней, угасшей безжизненной, и теперь поднималась. Куда? Она не знала. Что-то сильное тянуло ее вверх. Город стремительно уплывал вниз, погружаясь в белый дым и, наконец, исчез. Здравствуйте, милый тюльпан. Здравствуйте, прекрасная роза. Я так ждала встречи с вами. Я так без вас скучала. Простите, но я теперь совсем некрасивая. Лепестки мои облетели, а стебель переломлен. Я тоже очень скучал. Я постоянно видел вас перед собой. Точно все время вы были рядом. Просто я начал путь раньше вас. Но здесь это уже не имеет значения. Здесь нет таких, которые пришли раньше или позже. Здесь только те, что пришли. Но вы ошибаетесь. Вы все так же прекрасны. Прекрасно? Значит, мы живы? Живы. И мы не умирали? Не умирали. Жизнь? Какое прекрасное слово. Моя возлюбленная. Моя единственная роза рассвета. Мы полетим в другую страну, где звезды, горные хребты и нежные цветы все слитого едино. Разве есть такая страна? Есть. Тот, кто начал движение, уже не может остановиться. Быть и там, и здесь нельзя. нельзя. Я ждал вас, чтобы улететь вместе. Хотите? Хочу, но куда мы полетим? К свету. Как мы близки. Мне видно каждую черточку, каждую трещинку на ваших лепестках. А ваши лепестки так нежны, так пронизаны золотым огнем, что мне кажется, я весь просвечен ими. Сейчас мы исчезнем. Но ничего не бойтесь. Всякий страх остался позади. Вы больше никогда не почувствуете его в себе. Совсем исчезли? Нет. Мы только перестанем быть тюльпаном и розой. Но что же останется? Наша любовь. И роза рассвет увидела, как постепенно стали гаснуть вокруг них звезды, а тьма наполняться светом. В нем растаяли ее и его лепестки. И лишь два чудных образа продолжали плыть друг возле друга. Они стали двумя ярко горящими искрами. Искры слились в одну сияющую звезду, и она полетела туда, где далеко впереди сиял несказанный свет, чтобы навсегда соединиться с ними. А внутри дома в темной комнате с занавешанными окнами спали на кровати мужчина и женщина. Они спали, каждый лежа на спине, и крестьянка держала своего мужа за руку, чтобы постоянно чувствовать его рядом. Иногда ресницы ее на опущенных веках чуть подрагивали, и по лицу скользили едва заметные тени. Ей снова снился тот же сон с розой. Опять она видела себя одиннадцатилетней девочкой. Босая в легком платьи состояла она посредине поля одинешенько одна, а из небесной высоты к ней склонялась гигантская роза, и она приподнявшись на цыпочках тянула к ней руки, чтобы услышать тайну. Тайна заключена в том, что ты опять исчезнешь, и я ничего не узнаю. Роза рассвета. Тайна заключена в том, что жизнь вечно. Вечно? Она никогда не начиналась, никогда не закончится. Но это так прекрасно то, что вы сказали. Это настоящее чудо. Если бы люди поверили в это. Ты же всегда хотела увидеть чудо. Очень хотела. Если бы чудеса случались на самом деле, то все стали бы счастливы. А несчастных не было вовсе. Ни одного человека, ни одного зверя, ни одной птицы, ни одной рыбы, ни одного цветка. Но ведь ты никогда не видела чудо. Никогда, милая роза рассвета, ни одного раза. И при этом ты верила в него? Верила, но по секрету. А чего же по секрету? А чтобы надо мной не смеялись. Почему же ты верила в то, чего не было в твоей жизни ни разу? Я не знаю, мне так хотелось. Выйди из дома и увидишь чудо. И вдруг все исчезло, и крестьянка поняла, что проснулась. Она приподнялась в постели, чувствуя, как громко стучит ее сердце. Увидела сквозь темноту два окна, услышала дыхание своего мужа, который спокойно спал рядом. Что это было только что? Увы, сон улетел, и она ничего не могла вспомнить. Лишь странные слова все еще звучали в ее памяти. Выйди из дома и увидишь чудо. Но кто их сказал и зачем? Крестьянка осторожно прошла в сене, отворила дверь и прямо в ночной рубашке босиком спустилась по ступеням на землю. Трава была сырой, в рассветном сумраке светлела дорога. Крестьянка вышла на дорогу, обернулась, словно кто-то позвал ее, и увидела возвышающийся над землей свой бревенчатый дом с блестящими стеклами, покатой крышей и кирпичной трубой. Огромное, уже светлое небо распахнулось над ним. И вдруг ей почудилось, что все вокруг дышит. Не только травы, цветы и деревья, не только животные и птицы, но и высокие облака, и небо, и даже земля под ногами. Все было наполнено жизнью. Вокруг светилось утро, и это была жизнь. Устремляясь к небу, возвышался ее дом, и это была жизнь. В доме спал ее муж, и это была жизнь. Она посмотрела на свои босые ноги, на свои темные от загара уже немолодые руки, пошевелила пальцами, и это была жизнь. Она глубоко вдохнула в себя густой холодный воздух и поняла, что вдохнула в себя жизнь. У этой жизни не было начала и не могло быть конца. Она была непрерывна и вечна. Все было наполнено ею, все светилось и сияло ею, и она была самая лучшая из того, что дано познать. Опустив голову, женщина сделала несколько шагов, подошла к цветнику и замерла. Сердце ее забилось часто-часто, ей даже почудилось, что дыхание ее на том месте, где прежде торчал уродливый остаток срезанного стебля розы рассвета, возвышалась, цвела и благоухала роза невиданной красоты, удивительная, прекраснейшая, огненно-красная. Ой, о боже, 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 ой, может ли такое быть, а? Но это было, это было на самом деле, к розе можно было прикоснуться, можно было вдохнуть в себя ее запах, задыхаясь от счастья, крестьянка вернулась в дом, легла в постель, прижалась лбом к плечу мужа и прошептала, проснись, проснись, что-то происходит сказочное, в моей душе так много восторга. лбом тоже у нас Продолжение следует...